Снег сюда лежит. Здравствуйте, друзья! Приехала в районный центр, в город Сретенск, в магазин «Светофор». Хочу показать тут пейзаж, пустыри, тут развалины. Как-то всё неуютно, я бы не хотела здесь жить. Мне здесь не нравится, наш посёлок лучше. Сейчас зайдём в светофор, посмотрим, что там есть. Два дня не снимала, некогда было. Делаю ремонты и в квартире, и на даче. И тут после дождя трава бешеная начала расти. Грядки чищу, рыхлю. Не до телефона. Не могу было снять. Но вот сейчас поснимаю. Время есть. Жара невозможная. Вот тут речка у них. По городу речка протекает маленькая. У нас больше. У нас больше. Тут болото даже. Лягушки квакают. Столбы упали. Вот столб валяется. В общем, разруха. Как до революции. Или после революции. Или после военного. Здесь войны не было, но разруха есть. Сейчас подходим к магазину. Светофор, оказывается, не работает. Его, оказывается, закрыли, перенесли далеко. Отсюда не видать. Пошла обратно. Я здесь два года не была. И все изменилось. Вот это у них улица Луначарского. Главная, по-видимому. Не по-видимому, а точно. Пойду по другим магазинам. Что теперь остается делать? Поснимаю. Ну, здесь у них цивилизация есть. Автобус. Вот остановка. Автобус ходит местный. У нас по поселку не ходит. Дороги такие же. Хоть и районный центр дороги, как и у нас. Ну, в общем, ничего интересного. Мне так кажется. Вот это центральная площадь, центр города. Строят ее уже который год. здесь получше. Вот это ЗАГС. Автобус по городу ходит каждые полчаса. по-моему. Здесь я была 1 июня. Последний раз. Две недели назад. А в светофоре два года не было. Вот это парк. Памятник Ленину. Ну, и все. Пока здесь так. Это шилка-речка. Разлилась под самые берега после дождей. Вон, какая большая. Это речной вокзал. Там повыше. Здесь тоже можно сидеть, отдыхать. Я всегда, когда ездила в Сретенск раньше, всегда в столовую заходили. Потом перестали заходить. И сейчас увидела вот это казино. Не казино, а Кали-зо. Кали-зо. Думаю, зайду что-нибудь возьму, посижу. Потому что до автобуса еще полтора часа. Зайду. сейчас посмотрим, чем там кормят. Купила комплект из бязи и шторы на кухню. Но не с пустыми же руками отсюда уезжать. Раз светофор не работает. Сейчас посмотрю, чем кормят. Пошлите. Заказала, жду. Заказала тефтели, блины, еще что-то. Компот обязательно. Ну и больше ничего и нет у них тут пюре с тефтелей будет. Так, жду уже пять минут. Вот принесли заказ блин, фаршированный с мясом. Компот. Да, салат еще заказала с кальмарами. И вот пюре. И все там не обошлось триста тридцать рублей. Хлеба забыла. Сейчас. Один? Один? Хватит. Принесли хлеб, который забыла. Дома-то я не ем его. А здесь решила взять. Попробуем. Ой, что-то твердое не ломается. Не ломается? Ну так, вкусное. Так, теперь салат попробую. Кальмар, огурец тут. Еще что-то. салфеток в целую гору принесли. Народу мало. Раз, два, четыре человека, я пятая. на вкус вкусное. На вкус вкусное. Может быть, я голодная. Утром 8 часов чай попила, больше не пила, не ела. А уже час. салат вкусный. Салат вкусный. Салат салат Продолжение следует... 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 Продолжение следует...